Моя мечта детства была стать морским офицером. А разведку как? Ну не въедешь, это же пульпа, либо это жидкая. Мы придумали, давайте мы зимой со льда будем бурить. То есть хвосты зимой замерзают, мы загоняем в станок, бурим, опробуем, ну и получили результаты. И получили результаты довольно неожиданные. На том же Жескенском хвостохранилище 16 тонн золота лежит. Это много или мало? Потом мы протыкаем. Протыкнули раз, два, три скважины, какая-то скважина нашла. А мы возле нее бурим. Потом уже у нас создается, что у нас здесь какое-то есть месторождение. Очень интересно. Александр Григорьевич, здравствуйте. Я очень рада, что сегодня мы наконец встретились, чтобы поговорить о профессии геолога. Знаете, у меня ассоциация с этой профессией примерно следующая. В детстве я вместе с родителями ходила в гости к нашим знакомым, которые тоже работали геологами. И у них были две замечательные коллекции. Первая коллекция — это минералы, которые они находили в результате своей профессиональной деятельности. И вторая — коллекция рассказов об этих походах. Вот какая у вас профессиональная коллекция? Свою профессиональную коллекцию я начал собирать еще в детстве. Я жил в станице кубанской. Это среди гор, примерно как Алмата расположение такое. Это хождение по пещерам, сбор всяких минералов. Просто я собирал коллекцию, были камешки там всякие, где-то красивые всякие разные. Вот. Но в профессию я пришел по другой причине, наверное. Как вы туда пришли? Ну, вы знаете, я скажу так. Моя мечта детства была стать морским офицером. Это примерно с 10 лет, да. У меня дед воевал, освобождал Севастополь. У него сохранилась эта морская форма. Он ее одевал по большим праздникам. Это было как святыня для него, рассказывал много. И вот, ну, примерно лет с 10 я, значит, загорелся. Я собрался поступать в военно-морское училище. Но все дело в том, что меня не взяли по причине малолетства. Я закончил школу в 16 лет. А по закону в училище принимали только с 17 лет. Поэтому мне сказали, ну, я письма писал, да, вы подождите. Ну, ладно, не буду я бороздить моря, буду бороздить землю. И я поступил в институт на специальность геология и разведка. Можно же было год подождать и реализовать мечту. Нет, вы знаете, ну, как-то в те времена было, вот не поступил, так, не очень. Я даже подумал, думаю, а ладно, я поступлю год, поучусь. А потом опять пойду попробую поступить в военно-морское училище. Но меня это увлекло год учебы, потому что там какие-то были общие понятия о геологии. Это как раз минералы, там, ну, такие интересные моменты всякие. И я решил окончательно порвать с мечтами о море. Расскажите о тех временах, когда вы учились на геолога. И, может быть, немножко параллельное сравнение с сегодняшним обучением. Ну, я хочу сказать, что тогда, наверное, и со мной согласятся коллеги моего поколения, что обучение было значительно серьезнее, ему придавалось больше внимания. Хотя, конечно, были в те времена те дисциплины, которые мы, честно говоря, не любили, и которые, считаем, не нужны были. Это философия, это научный коммунизм, это политэкономия, ну и так далее. Математика, которую нам вдалбливали, или теория машин и механизмов, которые геологам вообще как бы не нужны, сопромат. Вот такие дисциплины были. Но то, что касалось профессиональных дисциплин, преподавали очень серьезно. Ну, надо сказать, что по тем временам мы вообще даже не думали о том, что можно сессию развести как-то там, как сейчас, да, часто говорят. Нет, такого не было. Не знаешь, иди гуляй. Все. Я, как правило, всегда сдавал сессию досрочно, чтобы каникулы себе продлить, потому что я жил в общежитии, там где-то в 500 километрах от дома моего. Были отличные практики. Одна практика у меня была в северном Прибайкалье, другая практика была на Таймыре. Это работа в экспедиции непосредственно, ну, непосредственно по специальности. То есть те самые походы с рюкзаками? Да, да, да. Это вот именно в экспедициях, в жизнь в палатках. И я, в общем-то, наверное, не пожалел, что я стал геологом. Ну, сейчас вот уже почти 50 лет, я не жалею. А где вы получали самообразование? Образование — это бывший город Орженикидзе, сейчас Владикавказ, это Северокавказский гурно-металлургический институт. Кстати, очень много специалистов из него, особенно металлургов-технологов, работало в Жасказгане, выпускники этого института. А почему именно этот университет пал? Это было по всему Советскому Союзу раньше. Как бы выпускники школ приезжали в школы, рассказывали там. И вот к нам в школу приехал выпускник, который учился на металлурга. Ну, он привез брошюр, рассказывал, как, что, зачем. Ну, если так брать, то ближайший... Ну, на том же расстоянии был Новочеркасский, это возле Ростова политехнический. И вот этот Северокавказский. Ну, я пошел в Северокавказский. Преподавали очень хорошие преподаватели, которые в Казахстане выросли как геологи, как профессионалы. А здесь школа, я скажу, в Казахстане сильнейшая была, геологическая. Поскольку во время войны сюда эвакуировали и ведущие научно-исследовательские институты, в том числе организовали Казахский политехнический институт. И уже многие остались преподавать, многие работали просто в геологии. Вот у нас преподавали несколько преподавателей, которые прошли Казахстанскую геологическую школу. Сильнейшие преподаватели. Я горжусь, что я учился у них. Как вы думаете, какие знания и какие качества должны быть у человека, чтобы быть хорошим геологом? Качество любить свою профессию. Это для любой профессии, то есть любить ее. Не просто вот прийти в нее ради того, чтобы прийти, а полюбить ее и профессионально расти все время, профессионально развиваться. Вот качество это, я считаю, для любой профессии, так же, как для геолога. Ну, а лично вы за что любите свою профессию? Вы знаете, люблю. Вот, ну, просто люблю. Я вырос среди гор. В Узбекистане работал тоже среди гор. Приехал в Казахстан, и когда я в первый полевой сезон, я приехал в степи. Думаю, что я буду делать, да, в степи. Но, тем не менее, я полюбил эти степи, я полюбил эти просторы. Так же, как и горы люблю. Люблю эти степи. Везде своя прелесть. Это и в грязи, это и мокрый, и, ну, всяко бывало, да? Но, тем не менее, все это вспоминается, как такое, в хорошие периоды, да? Поэтому, наверное, и люблю, что отдал много лет полю, работе в поле, работе с камнями, работе на месторождениях. Когда чего-то ты начинаешь предполагать, и потом это сбывается, в итоге получается какое-то месторождение. Я не скажу, что в моей жизни удалось открыть какое-то крупное месторождение, да? Вот. Но, тем не менее, есть открытия, которыми я горжусь. Расскажите про них. Ну, я работал в одной из первых иностранных золотых компаний, которая пришла сюда. Это американская компания, называлась Santa Fe Pacific Gold. Она получила одна из первых лицензию на разведку на площади Семипалатинской области. Это 35 тысяч квадратных километров. Собственно, вот тогда начали внедряться технологии компьютерные. Мы начали учиться. Мы открыли несколько месторождений. Это, по сути, вот окисленные руды, то, что вот мы добываем на Актагае, но только золотые. Тогда в моду начала входить и разведка технология кучного выселачивания. Были отработаны успешно эти месторождения, которые мы открыли. Ну, я вот горжусь этим, что труд не пропал даром. Где-то во второй половине 80-х годов я тогда работал в Институте минерального сырья. Это отраслевой институт научно-исследовательский. Министерство геологии Казахской СССР. И вот месторождение Варваринское, которое сейчас находится в Кустановской области, тогда оно только-только первые результаты бурения были. И я тогда написал статью, построил модель этого месторождения, которое сейчас уже около 10 лет работает. Надо сказать, что когда Союз развалился, да, и очень много компаний ринулись сюда, за легкой добычей, как они считали, иностранных компаний. И вот если посмотреть на карту тех лет, это примерно 94-95 год, вся карта была покрыта лицензиями, кроме Тургайского прогиба, где там рыхлые отложения. Они считали так, там никакой геологии, мы сейчас придем и все найдем, шапками забросаем. Ну, прошло несколько лет, и многие компании просто ушли, не стали тратить деньги. Потому что понимают, что казахстанские геологи очень хорошо работали. Территория довольно изучена была. И что делали геологи? Геологи все ушли. Геологи ушли, все, нас уволили. Я, значит, безработный. Мне поступил звонок от компании, ну, второй гигант из горных компаний «Риатинта». Мне позвонили, говорят, вот мы хотели бы, чтобы вы у нас консультант. Они еще не выходили на рынок казахстанский. Я на них там в течение где-то года или полутора работал консультантом, так сказать, свободным художником. А потом им предложил, говорю, ну, вот смотрите, ребят, 30 тысяч квадратных километров площадь стоит. Это то, что вы хотели, медь, золото. Ньюман не хочет работать, договаривайтесь с ними. Они купили. Я стал работать уже официально. Работали мы там, ну, довольно плотно, в течение четырех или пяти лет. Но успеха, к сожалению, все мелочевка. А у них задача была тогда, в те времена, значит, минимум миллион тонн меди, чтобы было. Ну, нет таких мелких, мелких, мелких. Вот. Ну, я как бы для своего развития дальше не видел возможностей, ушел из этой компании. Они до сих пор работают. Для них важно еще присутствие в этой компании, да. Они тратят деньги, в них есть офис. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что казахстанская геология очень сильная. Она ценилась в Советском Союзе, в бывшем. Школа эта казахстанская очень сильная. И не зря были министерства союзные, были в нескольких республиках. Казахстан, Украина были министерства союзные. Республиканские, то есть. Александр Григорьевич, давайте поговорим немного о миссии геологов в группе Казминералс. Ну, миссия геологов в группе Казминералс, она определяется целями и задачами вообще геологической службы группы нашей, в частности, управления минеральных ресурсов. Это расширение и восполнение минерально-сырьевой базы. Это основная миссия геологов. А там уже из нее вытекает множество всяких задач. А какие бы Вы задачи обозначили, ключевые, на ближайший год? Задачи – это, конечно, контроль за движением запасов, то, что называется, за добычей, за тем, чтобы у нас не было, за тем, чтобы не было превышения, разбоживания, потерь, ну и так далее, и так далее. За объективным обеспечением горных работ, ведением горных работ. Вот основные такие задачи. Ну и подготовка, конечно, отчетности, в том числе государственной, которой требуются нормативно-правовые акты нашей республики. Вот, кстати, давайте поговорим немножко о взаимодействии между компанией и государственными органами, вот, в частности, которые регулируют нашу твердость. Ну, сейчас основной документ – это кодекс о недрах и недропользовании, который был принят в 2017 году. Он позволил расширить некие функции геологов на местах. Он улучшил в какой-то мере инвестиционный климат, позволил привлекать больше инвестиций в геологоразведку, снизил бюрократические какие-то препоны, количество согласований со стороны государственных органов всяких проектов геологоразведочных работ и так далее, и так далее. Как раз уже кодексом этим предусмотрены впервые, наверное, переход, возможность перехода на международные стандарты отчетности по геологоразведочным работам, отчетам по ресурсам и запасам. Впервые применен принцип получения лицензии. Первый пришел, первый получил. То есть существует интерактивная карта комитета геологии, где я смотрю, площадь свободна, я подал заявку, и в течение, грубо говоря, месяца я могу получить лицензию. Если кто-то второй на эту площадь претендует, тогда организуется тендер. Ну, это очень, в общем-то, очень ускоряет получение разрешительных документов для проведения геологоразведочных работ. Какие отношения у нас к государственной службе? Ну, у нас сейчас существует комитет геологии, основной, так сказать, уполномоченный орган. Существует Министерство экологии и геологии и природных ресурсов, которому подчиняется комитет геологии. И еще существует Министерство индустрии, в котором существует департамент недропользования. И, по сути, как бы вот такая система, система многоуровневая. Но какие наши отношения? Во-первых, существует отчетность, государственная отчетность по геологическому изучению. Потом форма по техногенным минеральным образованиям ежеводно подается. Ну, и там много другой отчетности. Других отношений у нас, в принципе, нет. Ну, какие-то письма. Вообще обсуждение всех законодательных актов у нас проходит на площадках АГМП и Атамикена. Вот, на этих площадках обсуждаются всякие инициативы законодательные для включения их в законы и так далее. Я являюсь членом геологической подгруппы геологической отрасли Атамикена. Казминералс является членом АГМП. Мы платим взносы и участвуем в разработке тоже. Сейчас по поручению президента создается национальная геологическая служба Казахстана. Это на базе она создается двух организаций государственных. Одна – это Республиканский центр геологической информации, который хранил информацию, собирал, хранил, передавал инвесторам и так далее. И казахская Казгеология, акционерное общество Казгеология тоже со стопроцентным участием государства. На их базе создается национальная геологическая служба, которая по всей вероятности, ее цель будет изучение регионального геологического, изучение создания карт, предоставление информации, хранение, обработка и предоставление информации геологической. Цифровизация, естественно, в этой отрасли сейчас очень важна. А каким образом геологи и компании будут участвовать в этой работе? Тут уже было несколько таких писем, что надо поучаствовать в создании национальной геологической базы данных. Компании должны вносить свой вклад. Но это дело будущего, поскольку сейчас для этого нужны огромные серверы для хранения этой информации. Ну и потом те же компании могут пользоваться этой информацией, которая будет храниться вот в этом центре. Ну Казминерлс уже готова предоставлять такую информацию? Если так говорить, у нас вся информация, она в цифровом формате имеется. Но каков формат, ведь много видов программного обеспечения существует. А если говорить о кадрах? У нас была огромная геологическая служба, потом она развалилась, когда начал валиться Союз. Многие ушли из геологии, ушли в коммерцию. Ну, остались, в общем-то, самые стойкие, скажем так, геологии. Резко упало количество желающих обучаться по специальностям геологическим. Сегодня наблюдается некое оживление, и появляется желание у молодых людей идти в геологию, но поскольку горно-метологический комплекс Казахстана, он, в общем-то, развивается, развивается динамично, и он дает большую долю ВВП Казахстану. Поэтому это перспективное направление. Молодежь это видит, конечно, и идет в том числе на обучение по геологическим специальностям. Но, конечно, нужно сказать, что все равно мы ощущаем недостаток кадров геологических. Вот на нашем примере мы занимаемся, у нас организованы всякие курсы внутренние, обучение со стороны по специальностям. Ну, пришел молодой человек, девушка, подучились немножко, набрались опыта и убежали. Уходят. Текучесть кадров наблюдается, да. И есть некоторая нехватка такая, отмечается. Ну, вот если взять профессию геолога, вы в ходе рассказа перечисляли очень много направлений, чем геолог должен заниматься, да. Собственно, непосредственно в экспедициях участвовать, по поиску, да, по изучению места, там делать какие-то манипуляции, потом работать с документами, работать с государственными органами и так далее. Ну, давайте я вам так. Давайте, да, по направлениям немножко поговорим. Ну, всегда в геологии в нашей существовали стадии работ. Региональное изучение. Оно начиналось еще в дореволюционные времена, когда какой-то путешественник, значит, шоу с блокнотом, видел, рисовал туры, да, какие-то карты очень мелкомасштабные. Потом более систематическое изучение начиналось, это уже в советский период, когда была создана геологическая служба в 30-х годах в Казахстане. Создавались экспедиции, начали геологосъемочные работы, составлять геологические карты мелкомасштабные. Потом более крупномасштабные переходили к более детальным изучению. В конкретных местности, да? Ну, да, составление геологосъемочной работы. То есть была специализация геолог-съемщик. Это чисто работа с молотком, с лупой, в офисе потом с микроскопом образцы изучают, рисуют карты. Каждый профессиональный геолог понимает, он прошел маршрут, он увидел-то и говорит, да, вот здесь, ребята, что-то интересное, здесь нужно организовать поиски. То есть уже начинаются поисковые работы. Это уже конкретно на какое-то сырье, что вот эта площадь перспективна на какой-то вид сырье. Если что-то нашли, дальше начинается разведка. Там уже и бурение, и так далее. Ну, то есть вот эти стадии. Были профессии такие, кто должен изучать минералы. Это минералы, которые сидят с микроскопом. Кто будет изучать породы? Петрограф, который сидит с микроскопом, изучает шлифы, описывает породы. Есть палеонтолог, например. Это тот, который изучает древние ракушки там. Он смотрит, ага, вот эти жили там 500 миллионов лет назад. Это, значит, вот такой период. Они находятся вот в этой породе. Значит, эту породу мы относим к этому возрасту. Сейчас я скажу, что, чтобы найти петрографа или минералога, это в лучшем случае бабушки, которым под 90 лет, институт геологический наш, который занимается академической наукой. Вот, может быть, там остались. Очень большая редкость. Раньше в каждой экспедиции были петрографы, минералоги, там, палеонтологи. Почему сегодня нет вот этой вот узкой системы? Ну, они не востребованы, понимаете? Потому что Казахстан издавал карты. Сейчас это прекратилось. Эти профессии, они отмирают, по сути. Хотя это неправильно, они должны быть. Если в России сейчас занимаются переизданием карты, карты должны обновляться с учетом получения новых знаний, новых технологий. В России за это взялись. У нас нет. У нас где-то начинается со стадии поиска. Давайте вот ищите. Все. Если мы в свое время, когда учились, у нас были хорошие курсы петрографии, минералогии, мы сдавали экзамен, мы знали все это, то сейчас, во-первых, нет преподавателей. Наверное, желание перейти на западную систему образования. Но не перешли на западную систему до конца и поломали старую систему. Как-то присылали нам из нашего университета Сатпаева программы для геологов. Как-то посмотрел, и мне стало, ну, несколько тоскливо. Как-то учебный план составлен, ну, не совсем то, что нужно сегодня. Ну, понятно, что сейчас другое время, другие требования, но, тем не менее, они даже оторваны от сегодняшней реальности. И что там говорить, отсутствие достаточного количества профессиональных преподавателей, оно привело к тому, что уровень образования резко упал. Вот я на примере хочу сказать, что одним из серьезнейших учебных заведений в геологической отрасли в последние годы был Семипалатинский колледж геологоразведочный. Почему? Потому что там очень много преподавало производственников. Хочу сказать, что, знаете, общество поменялось, и молодежь, в том числе студенты. Если в советское время было несколько групп в политехническом институте, ну, вот, который университет Садпаева сейчас, геологов, там, по-моему, три группы, ну, грубо по три человек, ну, сто человек, да, в год выпускалось, то в 95-м, в 96-м, по-моему, году по пять человек в группе было. Не шли, просто не шли. Вот. Ну, а сейчас уже начали подтягиваться, и, ну, уровень уже чувствуется немножко повыше все-таки становится. Ну, тем не менее, проблемы... А вот вы сами и ваши коллеги проявляете как-то инициативу, допустим, сотрудничать с университетами отечественными, предлагать именно свои консультационные услуги преподавателя, чтобы вашу практическую ценность, да, ваши навыки, знания передать новому поколению геологов? Ну, вы знаете, у нас вот на Башаколе и Актагае, да, работает программа, где мы обучаем, обучаем, значит, молодежь местную профессиям, которые необходимы нам для работы. А вы имеете в виду грантовую? Да, и стипендию, и обучение, значит, и все, и проживание. Но одно дело, если там преподают, скажем так, теоретики, и другое дело, если придут практики преподавать. Ну, вы знаете, вопрос, вопрос, да, вопрос, как бы он актуальный. И вот сейчас, когда мы перешли на международные стандарты, организация ПАНЭН, это организация независимых экспертов недр, это общественная организация, я вот вхожу в исполнительный комитет этой организации. Так, а что вы там делаете? Ну, там есть несколько направлений, и в том числе направления, значит, по работе с вузами. Многие вузы не могут пристроить своих студентов на практику. Мы как-то пытались устроить студентов на Актагай, на БАША, чтобы их устроить на какую-то должность. Они должны там чуть ли не полмесяца проходить технику безопасности там, но по нашим процедурам мы иначе не можем. Если мы раньше приезжали на практику, нам там 10 минут рассказали, ты туда нос не суй, туда не ходи, все, пошел, работай. То сейчас очень серьезно. Но это правильно. Поэтому вот тут и проблема. А что касается чтения лекции, ну, нет. Мои коллеги проводят через Нурикон, вы знаете эту организацию, да? Ну, это коммерческая организация, которая организует курсы. Но это уже для действующих сотрудников, которые хотят повысить, да, свои навыки? Да, да, да. Меня приглашали прочесть лекцию на Зарбаев университете. Два года назад я читал. А так нет. Читать лекции, ну, можно вот, я беру, скажем, себя возьму там или своих коллег, да? Ну, такие общие вопросы там рассказать, да? А в принципе есть предметы, например, геология рудных месторождений. Надо рассказывать там классификацию этих месторождений. Либо вот, скажем, ту же петрографию. Но я за микроскоп не садился 40 лет, да? То есть это все-таки проблематично. Ну, просто прийти, рассказывать, да, вот там такая-то геология, общие, да, словеса. Ну, кому это надо? Ну, да, мастер-классами не заменить полноценное обучение. Все-таки это должен быть преподаватель профессиональный. Если я занимаюсь практической деятельностью в геологии, ну, что я ему передам? Ну, расскажу, как практически там два часа лекции, все, больше я ничего не могу рассказать. Либо мне надо сидеть и готовиться к чему-то, да? Ну, да. Ну, и вы же должны заниматься непосредственно своей профессиональной деятельностью. Конечно, 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 да. Давайте поговорим немножко о направлениях деятельности геологов, допустим, в рамках нашей группы. Давайте. Да, какие у нас есть геологи и какие у них направления? У нас, значит, порядка 95 до 100 человек – это геологи на производственных предприятиях работают. Ну, их основная задача – это обеспечение горных работ. Это производственная деятельность в основном. У нас сейчас выделились группы, это те, которые занимаются 3D-моделированием непосредственно. То есть они получают базы данных, они их заполняют, они их обрабатывают, они строят 3D-модели, которые затем используются для планирования, в том числе стратегическое планирование. Геологи, процессинг, то, что называется, ну вот, занимаются добычей. Они опробуют, скажем, шахтные геологи на ВЦМ, на Базымчике, они ходят в шахту, идет проходка, они опробуют забои. А что значит опробуют? Что они берут? Пробы. То есть вот идет горная выработка, отбурили, взорвали, убрали, геолог приходит и начинает брать пробы со стенки. Это дает ему возможность понять, туда мы идем, не туда идем, содержание какое в руде мы получаем. То есть фактически он берет кусочек руды и начинает изучать? Ну, отдает на анализ, в химлабораторию, где делают анализ на несколько элементов. Медь, свинец, цинк, золото, серебро. Основные наши элементы. Теперь геологи на подземных бурят, подземное бурение. Ну, это бурят, скажем, зашли в выработку, и вот веер скважин из выработки бурят вот так вот, чтобы определить контуры рудного тела, уточнить. Куда идти, да? Да, да, да. То есть, ну, это эксплуатационная разведка называется. Определить контуры рудного тела, посчитать запасы в этом блоке, потому что раньше разведывалось с поверхности, допустим, редкой сетью скважин, да, но посчитаны запасы. А когда мы начинаем уточнять, то контуры могут поменяться. То есть мы должны знать точно. Вот. Это достают керн, его также опробуют, отдают на анализ, строят опять модели, строят, оконтуривают это рудное тело, строят модели, и дальше уже отдают планировщикам, горнякам, уже как бы дают направление дальнейших работ. На карьере, по сути, то же самое. Если там подземное бурение, то здесь бурение с поверхности на, там, скажем, если у нас уступ 10 метров, то мы бурим там на 50-60 метров, опережающая эксплуатационная разведка называется. Мы понимаем, где руда, как, где блоки пустые, где руда. Опять же, рисуется модель, отдается планировщикам, горнякам, и они уже рисуют блоки и говорят, вот это вот на тот отвал, это на фабрику, это в породный отвал, это в рудный отвал такой-то. Ну, то есть уже сорта руды получают. И когда мы говорим, что геолог рисует, что он фактически делает? Он просто сидит карандашом что-то чесит? Он работает с компьютером? Ну, геолог начинает рисовать еще в шахте или в карьере, в забое. То есть он делает зарисовки. Он приходит с блокнотом, с карандашом. Он рисует основные элементы. Допустим, он видит руду, вот она идет. А вот идет разлом, который там куда-то сбрасывает. Да, вот эти зарисовки потом, они используются в построении планов, разрезов. Мы умылили, качество продувки, они, потому что при нас его продувают. Ну, вот основная масса геологов группы – это, по сути, геологи, которые занимаются, что называется, процессинами, то есть добычей, которые обслуживают горные работы. В производственных подразделениях у нас нет, грубо говоря, разведчиков, потому что у нас разведка, вот у нас проводилась, как сайт тот же, да, мы делали разведку. У нас были подрядная организация, ну и у нас в КММ, у нас в КММ семь геологов. Ну, я себя могу отнести, так сказать, по специализации к разведчику и поисковику, потому что я долгое время работал на поисках, работал на разведке. Остальные геологи – это выходцы как раз вот с того, что называется процессингом, то есть обеспечение горных работ. Их, по-моему, еще операционистами, да, называют? Ну да, операционные геологи, да. О наших геологах КММ не скажет, что они операционные геологи. Но, тем не менее, каждый месяц мы ездим, сотрудники ездят на тот или иной рудник, у нас график есть, мониторят выполнение вот тех процедур, которые существуют, а их процедур очень много, у нас стандартов, там, наверное, около десятка создана по каждой процедуре. Еще есть у нас семь гидрогеологов в производственных площадках, и один гидрогеолог у нас в КММ, который решает вопросы тоже очень важные. Это состояние, гидрогеологическое состояние на шахтах, водоотведение, водопотребление, загрязнение шахтных вод, ну и так далее, и так далее. Вот сейчас мы новую лицензию получили, это опять будет подрядная организация, которая имеет опыт проведения именно таких работ, которые мы планируем в этом году, под нашим контролем. Под вашим контролем, то есть вам также придется выезжать на месторождение? Выезжать, да, контролировать, смотреть, да. И, по сути, это та же самая экспедиция? Ну, они, да, они как бы, у них, да, экспедиция, вот они сейчас выйдут 350 квадратных километров, у них будет полевой лагерь, у них будут машины. Мы туда приедем, два-три дня поездили, посмотрели процедуры, что они сделали, как они делают. Скажем, здесь, ребята, вы не правы. Ну, достичь, это уже результаты, когда мы получаем результаты из лаборатории, мы, так сказать, уже обрабатываем их. Вот это же другой путь. А тут надо проследить, чтобы выполняли все процедуры, чтобы мы получили объективные результаты. Почвенную пробу можно взять так, а можно взять иначе, то есть есть процедуры соответствующие. А как это? Просто молоточком отбить там или, не знаю, пробурить что-то? Нет, есть бур, специальный ручной бур на определенной глубине, с определенного горизонта почвенного. Берется проба, потом по процедуре она сушится, просеивается через сито там с определенным диаметром частиц. То, что просыпалось, ну, скажем, меньше трех миллиметров, да, вот это все идет в пробу. А можно просто взять мешок, лопаточкой насыпать и в лабораторию отправить. Мы не получим объективного результата. Поэтому за всем нужен присмотр. Какие бы хорошие подрядчики не были, как бы это, ну, за ними нужно смотреть. Скажите, а у нас обычно как это происходит? Постоянно выбирается новый подрядчик или у нас есть уже проверенная команда, которая, в принципе, расстраивает? Я скажу, Коксай, тут ситуация такая. Это месторождение Коксай, оно было еще известно в 60-х годах, да? Были приняты запасы в 68-м году. Выездная сессия была, как и за СССР. Приезжали сюда в Текелях, заседали, приняли запасы. Оно было как бы резервным, но никому не нужно было. Потому что у нас был на Балхаше Каундрат был, Жасказган был. Более богатые месторождения? Ну да, они работали, уже предприятия были. Вот тоже самое и судьба Актагая была, и Башаколя. Они были в резерве, их разведали, но пока к ним руки не доходили. В 13-м году, да, или в 13-м, или в 14-м году Казахмысль купил это месторождение. Ну, кстати, тоже была подготовка, тоже Олег Николаевич мне дал задание, значит, посмотреть, что за месторождение. А когда вам дают задание посмотреть, вы выезжаете на место или вы изучаете документы? На месте документы, документы. Компания «Латон» занимается этим месторождением. Я к ним приехал, они мне все показали, рассказали, я написал там свое... Заключение. Заключение, да. Ну и в итоге купили это месторождение и начали в 14-м году КПБВ его разведывать. И потом в 18-м году Олег Николаевич мне говорит, все, давайте продолжайте разведку. Ну, кто? «Латон», они же работали на КПБВ из этого. Мы их привлекли, подрядчики. А вот они до сих пор, по сути, работают. То есть это известный нам подрядчик, я знаю, что от них ожидать. Но, тем не менее, мы их контролировали постоянно, выезжали на Коксай. Постоянно у них субподрядчики, мы били их по голове за нарушение техники безопасности, за нарушение процедур каких-то там. Ну, то есть нормальная работа была. А почему за столько лет, собственно, это месторождение не стало каким-то конкретным проектом, где ведутся работы уже, постройки и еще что-то? Ну, мне трудно сказать. Ну, посчитали, может быть, пусть постоит еще пока. В 18-м году тут, во-первых, уже лицензия кончалась, период разведки лицензии уже заканчивался. Надо было что-то делать. А месторождение недоразведано. Сейчас идет подсчет запасов, но было принято решение. По сути, сейчас работа продолжается, но мы уже знаем все, что оно продается, договор подписан. Но при этом мы начинаем двигаться по поиску новых месторождений, да? Ну, задача вообще управления минеральных ресурсов – это расширение, восполнение и расширение минерально-сырьевой базы. Ну, то есть любая горнорудная компания заботится об этом. Как заботиться? Все по-разному. Какая-то компания предпочитает покупать готовые месторождения. Какая-то компания проводит собственные работы. Мы, грубо говоря, инициаторы. Вдруг у меня идея, я где-то начитался, каких-то исторических отчетов, посмотрел и говорю, да, ребята, вот эта площадь, нам нужно сюда идти, мы тут откроем чего-то. Я где-то там на исполнительном комитете презентовал, ну, то есть, как говорят, продал идею, ее купили. Теперь я обращаюсь к нашему департаменту недропользования и говорю, ребята, вот все, решение давайте. И мы начинаем совместно, в принципе, работать. Ну, и получается, что стучитесь в разные двери, да? Да, они продвигают, они в основном с госорганами, там, это самое, взаимодействуют по этим вопросам, именно по этим получению лицензии, там, с землей и так далее. Ну, а мы чисто геологическую часть. То есть, тут тесная работа с ними. В прошлом году общалась с геологом от Института геологии при Академии. Да, да. И он рассказывал, что, допустим, в советские времена очень многие месторождения, они как бы забраковывались именно в силу того, что очень маленькое содержание самих минеральных ресурсов нужных, и у нас не было на тот момент нужных технологий. Сегодня, когда уже, в принципе, технологии в Казахстане есть, и даже, возможно, можно опять обратить внимание на вот эти или маленькие месторождения, или же на хвосты, поскольку в советское время, опять-таки, возвращаясь к вопросу технологии, очень много полезного продукта оставалось в хвостах. Вот мы как-то в этом направлении двигаемся, я имею в виду геологи? Двигаемся. Ну, я хочу сказать, вот, из начала вашего вопроса технологии. Ну, вот, в советское время не было технологии кучного выселачивания. Было много месторождений, которые разведывались, но технологий излечения не было. Это окисленные руды. Технологии появились вот в 90-х годах. Не появились, а пришли к нам в Казахстан, да. Начали тогда первые месторождения добывать. Есть понятие балансовые и забалансовые запасы. То есть, балансовые – это то, что сегодня можно добывать. Для того, чтобы понять, считается технико-экономическое обоснование, кондиции, да, какие руды будут балансовыми, какие забалансовыми для конкретного месторождения. И многие месторождения, вот я приводил пример, тот же Актагай, Айдарлы, Башаколь. У них были очень низкие содержания. И на тот момент, ну, наверное, бы не смогли рентабельно отрабатывать. Хотя считалось, что, но все равно оно было на грани рентабельности этих месторождений. Они крупные, но они с низкими содержаниями. Поэтому у нас много очень месторождений, которые числятся в забалансовых. Ну, из-за, может быть, мелких, из-за содержания полезных компонентов в руде. Но с приходом новых технологий у нас получается, что мы сейчас вот начали кучное выщелательное золото. Теперь вот я приведу вам пример, скажем, мы добываем руду, медную руду на Актагае, да, с содержанием у нас считается 0,13 борт, 0,13 меди. Идет на кучное выщелачивание. Мы оттуда извлекаем медь. Теперь вот эта новая лицензия, о которой я говорю, где мы надеемся найти дополнительное сырье для этого Актагайского, там считали в советское время, считали 0,7% меди для окисленных руд. То есть они как бы, ну, просто считали, но технологий не было такой. И вот сравните, 0,13% меди и 0,7% меди. То есть мы имеем возможность, вот по этой площади, которую мы сейчас взяли, да, 350 тысяч тонн меди. Это при бортовом содержании там 0,7, да? А если мы будем добывать 0,13, то там будет миллион тонн меди. Это очень дешевый процесс. Теперь, что касается хвостов. То есть мы видим технологии, значит, появляются. Теперь, что касается хвостов. Да, ну, с хвостами проблема, она пока у нас, скажем, грубо не решена. Мы провели ревизию в свое время. Это начали мы ее лет, лет, так, 6-7 назад. У нас есть такой документ, называется форма нулевая, ТМО, 0. Мы ежегодно отчитываемся о том, что мы заскладировали, с какой объем заскладировали хвосты, в отвалы пустых пород, в отвалы забалансовых руд там или таких-то. Вот, с каким содержанием. Мы знаем примерно там содержание металла в хвостохранилищах, в хвостах. И объем, конечно, естественно, знаем. Вот. Но мы решили лет, вот я говорю, 7, наверное, 6 назад, решили все-таки, как бы, посмотреть более объективно. И начали мы разведку этих хвостов. А разведку как? Ну, не въедешь, это же пульпа, либо это жидкая. Мы, значит, придумали, давайте мы зимой со льда будем бурить. То есть, хвосты зимой замерзают, мы загоняем станок, бурим, опробуем. Вот. Ну и получили результаты. И получили результаты довольно неожиданные по, скажем, Орловскому хвостохранилищу, Жескенскому хвостохранилищу, Орловское месторождение. Мы получили среднее содержание золота, которое соответствует среднему содержанию золота, которое числится на балансе на руднике. Медь высокое содержание, порядка 0,4 процентов, по-моему, там. Ну, вот такие довольно высокие содержания. Причем это очень объективные данные, потому что мы опробовали каждые 2 метра. Бурили до дна хвостохранилища, каждые 2 метра опробовали. Вот. Мы начали с этим носиться, смотрите. Ну, во-первых, надо понимать, а что это? В чем это золото? В чем это медь? Как можно ли излечь ее? Мы отобрали технологические пробы, отправили их на Урал. Здесь проводили исследования. Но, получается, на сегодняшний день пока вот те методы, которые опробовали, они пока не дают эффекта экономического. То есть дороже себе. Их перерабатывать, то есть… Это опять вопрос технологии, что ли? Да, вопрос технологии. Излечение вот тех из хвостов, то, что в хвостах есть. То есть просто взять материал хвостов и… И просто закинуть не получится, да. То есть той технологии, они опять 90% уйдут хвосты, да. Вот. Поэтому это нецелесообразно экономически. Но есть другие методики, есть там пирометаллургия, всякая. Но пока вот у нас… Пока у нас нет технологии, и мы не можем пока перерабатывать хвосты. А поиск и подбор, скажем так, технологий для отработки материала тоже геологи занимаются? Или кто-то другой? Нет, это уже технологи должны. Это как бы работа совместная, но там уже дальше переходят все-таки это технологи. Они там решают, куда отправить эту пробу, кто будет, какие виды технологических исследований надо провести, чтобы понимать. Так что вот пока с хвостами вот есть некая проблема, но я думаю, что эта проблема решится. Завтра или послезавтра мы сможем добывать эти хвосты, перерабатывать, получать из них металл. Ну, к примеру, на том же Жескенском хвостохранилище 16 тонн золота лежит. Это много или мало? Это много, если мы найдем, да? Да, добыто, вот оно лежит, 16 тонн. Ну, возьмите его только, переработайте, получите это золото. Поэтому проблема есть. Стоится ждать. Понятно. А вот я слышала, на Актагае планируют биовыщелачивание. Здесь геологи как-то участвуют в этом проекте? Геологи, да, нет, они как, это технологи участвуют. Геологи только, технологи говорят, так, дай нам, дай-ка нам руду вот с таким содержанием, содержанием. И геологи говорят, так, ну вот на этой территории вот как раз то, что вам нужно. Ну да, мы вам дадим такую, да, мы вам дадим такую руду, что вы хотите. Ну это, я так утрирую, да. Когда приходилось общаться с геологами из шахты, они говорили, в принципе, что вот даже по куску породы могут определить содержание. Да, ну это геолог, у которого уже глаз наметан, который работает на этом руднике, скажем, несколько лет. Он уже действительно знает по минеральному составу, он может примерно сказать, что вот такое содержание в руде будет, да. У вас глаз наметан на это будет? У меня нет, нет, потому что, ну, я редко бываю на руднике, на каком-то, на одном руднике, другом, третьем. Там на каждом руднике это свое. Даже на каждом участке, у нас же рудники тоже делятся на участки, там участок один, участок два, и участковые геологи есть. И то он на своем участке может сказать, на другом он может не совсем сказать. Понятно. Вот если взять геолога, который работает в шахте, и геолог, который работает в карьере, у них есть какие-то принципиальные отличия в их работе, если не говорить об условиях, собственно, один под землей, другой на поверхности? Ну, принципиальные отличия это в том, что несколько различается документация первичная, скажем. Да, это то, что, вот вы говорите, с блокнотиком пошел, с полевой книжкой рисует там. Там документация одного типа в карьере, там борта там документируют. Ну, а в принципе-то они ничем, ничем не отличаются, кроме, как вы говорите, условиями. А если говорить о нашей команде, команде геологов группы Казминералс, как бы вы охарактеризовали, кого больше, какой средний возраст может быть? В общем-то, молодые все, где-то, скажем так, в районе 30-35 лет, наверное, средний возраст такой. Ну, мы не занимались статистикой, но по ощущениям. У нас подавляющее большинство геологов – это геологи, которые занимаются непосредственно производством. Они занимаются обеспечением горных работ на наших предприятиях горнодобывающих. Если говорить об образе, неком таком собирательном геолога, раньше он больше рисовался как человек, который с рюкзаком в горах, с молоточком в руках идет и что-то ищет. Сегодня как бы вы нарисовали этот образ? Ну, он не изменился. Тот же образ остался человек с рюкзаком, с молотком. Единственное, он пересел с вьючной лошади, скажем, на современные автомобили, переехал из палатки там, ну, зачастую, хотя еще остались, значит, где-то палаточные городки, ну, благоустроенные кемпы. А в основном осталось все то же самое, что и было. То есть работа геолога, она начинается с поля, как говорят. Он должен пройти пешочком, отбить образцы, собрать эти пробы, нарисовать, посмотреть и только потом сесть за обработку этих материалов. Ну, что изменилось это с развитием компьютерных технологий? Раньше, если, допустим, один отчет по каким-нибудь работам делала группа, ну, целая экспедиция, скажем, там, десятки человек, да, то сегодня это могут единицы человек делать, поскольку, во-первых, ну, это компьютерные технологии. Во-первых, базы данных, хранение, обработка их. Если были там, скажем, десятки тысяч проб за полевой сезон собирали геологи по какому-то проекту, их было обрабатывать очень трудно. Ну, были какие-то там счетные машины эти, да, но обрабатывали там как-то вручную. А сейчас это все очень легко. Забивается база данных, и обработка идет там в течение нескольких дней. И дальше уже рисовка карт там и так далее во всяких программных обеспечениях, что позволяет экономить значительные силы и ресурсы. Вот, а так все осталось. То есть сбор материалов чисто первичного в поле и его обработка в офисе. Ничего не поменялось, кроме как внедрения новых технологий. Все? Новые технологии, в принципе, один из ключевых трендов, да, наверное, разве что-то? По сути, да. Он, да. Он коснулся, конечно, не только, скажем, офисной работы, он и коснулся и непосредственно поисков. Поскольку появляется, опять же, новое программное обеспечение для обработки данных, когда очень огромный массив данных снимается, скажем, геофизика, глубинное зондирование, да, там очень много данных снимается, и их обрабатывать было очень тяжело. А то сейчас это программное обеспечение позволяет, ну, очень быстро все это обрабатывать и, как бы, помогает в поисках. Вот. Так что, в принципе, вот, да, это развитие современных технологий. Давайте немножко тогда поговорим про 3D-моделирование, которое сейчас широко развито. Когда мы с вами готовились к этому интервью, вы рассказывали, что если раньше условно рисовали от руки, это были огромные планшеты специальные, да, очень много времени уходило на отрисовку всего этого, то сейчас это моделирование. Все ли геологи должны знать 3D-моделирование и все ли работают с этим? Ну, мы стремимся к тому, чтобы все геологи вообще работали в этом программном обеспечении по 3D-моделированию. Ну, почему? Во-первых, геолог, когда знает свое месторождение, знает свой участок, да, он смоделирует. Что такое моделирование? Раньше это были серия разрезов, да, вот, то есть месторождение какое-то есть, вот его резали, да, и вот, скажем, 2D, то, что называется, да, мы отображали картинку, контуры рудного тела здесь, следующий разрез через 50 метров здесь, также в план резали, значит, вот на этом горизонте вот такой контур, выше там вот такой контур, и все. И геолог представлял себе, так, ага, вот здесь я рисовал так, а здесь так, а что между ними, да? И если я пришел, такой умный компьютерщик, и говорю, да я 3 моделирования знаю, я знаю программное обеспечение, но я не знаю месторождение, я могу такого нагородить, 3D, это же объемная модель, да, мы ее можем так повернуть, и так повернуть, посмотреть, как, как, в каждой точке, что происходит, да, но для того, чтобы создать эту модель, мы должны вот эти разрезы, эти планы все увязать между собой, как эту руду. И я говорю, если я не знаю месторождение, я могу неправильно увязать, это будет неправильная модель. То есть, поэтому каждый геолог, который работает вот именно непосредственно с месторождением, с рудой связан, он должен уметь моделировать. Основная задача – это создать правильно каркасы и, так сказать, объемную модель. Дальше уже идет там статистика, вариографии, там всякие навороты, там может делать, да, может делать уже, скажем, офисный геолог. Я скажу вам, что я не владею 3D-моделированием. Как-то мне было, ну, наверное, недосух учиться этому, потому что это занимает очень много времени, и этому надо отдавать очень много времени. А вот когда приходит новый геолог, кто его обучает? Свои же сотрудники или же он должен пройти какое-то стороннее учение? Ну вот у нас, что есть последнее? У нас пришел Коржан Абилов, который работал ранее в Казахмыс Эксплорейшн. То есть у него, в принципе, уже есть эти навыки? У него не было навыков 3D-моделирования. Он пришел, у нас есть специалисты, вот Поликарпова Екатерина, сейчас Анара, потом у нас работает в Усть-Каменогорске Наталья Ветехни. Это классный специалист, который работал на Востоке, она знает все эти месторождения, она моделированием занималась как раз. Мы с облегчением вздохнули, потому что это действительно хороший специалист. Вот они обучают, они проводят курсы. У нас договор специально есть с Восток Цветмет, с другими. Обучают определенные курсы по тому или другому направлению. Вот там привлекают этих с производства операционных геологов, сколько-то времени там обучают, их показывают, рассказывают. Вот, так что сами. Екатерина, расскажите, это модель какого месторождения и что она нам показывает? Это то, что сейчас я вам показываю, это бащикуль, бащикульское месторождение. Это поверхность, которую мы сейчас имеем. Это вот фактический карьер. По состоянию на сегодня. На сегодня. Нет, ну это у меня май 2021 года. То есть здесь сейчас информация и по скважинам, и по, собственно, самому грузию. И содержание из скважин, и вкладываю в каркасную модель, и получаю облочную модель. Каркасная и блочная модель. Каркасная она оболочка. Облочная – это блоки, заполненные все в модели. Каркасная она показывает только контур. Облочная модель нам показывает, вот я, например, нажимаю на какой-то из блоков, и он мне покажет, какое здесь содержание. Мидии или полезное. Ну это же условное, да, какое-то деление на блоке? Мы, да, договариваемся с горняками, что у нас какой размер блоков им удобен для добычи, для подсчета их параметров горняцких. Обычно модель, да, выглядит вот так. А вот если говорить про скважины, вы говорите, что там собраны как современные, так и исторические. И ежегодно обновляются все данные. И откуда вы взяли информацию по тем скважинам, которые были сделаны еще до того, как компания, собственно, начала заниматься проектом? Ну мы покупали и искали всякую геологическую информацию, всю доступную геологическую информацию, которая вообще есть во всех учреждениях. Мы все это оцифровывали, делали анализ, что-то старое, что-то не старое, что-то откидывать, что-то нет. Это большая работа, и, кстати, она очень много времени занимала. По-моему, перед открытием Рудника они лет пять этим занимались. Искали информацию, набивали данные, создавали вот эту базу данных. Скважин. А какие самые старые данные? 18-го года, по-моему. И данные 18-го года тоже оцифровываются, тоже лежат в основе. Все колонки скважин, все это есть, все это у нас хранится в архивах. Все мы это достаем. Вернее, сейчас это все уже обработано. Это было сделано в течение, пока Рудник строился. И сейчас, когда он уже построен и работает, мы просто уже пользуемся. Как вы пользуетесь, как используются эти модели в своей работе? Наше дело, как геологов, просто следить за их обновлением. И каждый раз добавляйте новые данные, данные эксплуатации разведки, данные добычи. И как бы сравнивать с данными, которые уходят на фабрику. Это работа геологов. Дальше работают горняки. Они планируют, как они будут добывать, сколько, когда. Они рисуют карьеры, делают вот этот план горных работ, делают оптимизацию карьеры. Вот ежегодно, ежегодно они все это осматривают. Мы, геологи, обновляем новыми данными нашу модель, а горняки это все планируют. Добывают. Как они, сколько они отвозят на фабрику, сколько они получат. Вот с этого прибыли это уже дальше идет. Скажите, а вот есть разница между моделью открытого карьера или подземного рудника? Нет, это какая разница. Вот подземный рудник. Подземный рудник сейчас. Подземный рудник ртышский. Скорее разница в руде? В руде нет. В руде нет ее. Модель она есть, модельность разницы. Здесь вот подземный рудник, стволы. Способ, метод отработки. Подземный, либо. Ну, это модель, скорее, уже горных рудок. Модели горных. Там карьера, а здесь подземные горные рудники. А в качестве геологии это те же самые скважины, те же самые рудные тела и все. А можете прокомментировать, какой это рудник? Это у нас яртышский рудник. Что я могу сказать? Это очень старый рудник, скважин очень много. То есть разведка проведена в очень большом количестве. Вот это руда, вот это у нас отработка. Вот это серым цветом показана отработка. То есть я могу сказать, что рудник старый и отработан уже практически. Вот эти серые блока, это тоже отработка. Вот это скважины пробурены со штриков. То есть разведка проведена, разведка, экспоразведка. Но здесь я могу сказать, что у нас осталась руда только на нижних горизонтах. Это юго-восточное рудное тело. И вот эти скважины, эти рудные тела, которые не отработаны, это наша перспектива. Давайте поговорим про скважины. Почему они вот такой формы, скажем так, не вертикальной? Скважина вертикальная, может быть, если рудное тело горизонтальное. Если рудное тело вертикальное, то скважина должна зацепить, пройти через него. И естественно, мы скважину закругляем так, чтобы скважина прошла сквозь рудное тело. И мы могли узнать мощность и содержание полностью рудного тела. А насколько глубокая может быть скважина? Это зависит от технических возможностей станков. 1200, да? На Коксайну бурили до 1200. 1200. На нефти бурили 5000 километров. Для чего, смотря цель. С какой целью? И насколько глубоко залегают месторождения. Ну вот, если мы говорим про вот эту модель. Иртежский рудник? Да. Ну вот, допустим, можем посмотреть? Да, мы можем посмотреть вот это скважина. У нас до, извиняюсь, глубина 1364 метра. Конкретно, на которую я ткнула. Это скважина глубиной 1310 метров. Это самый глубокий. Первое воскресенье апреля геологи отмечают свой профессиональный праздник. Отмечаете ли вы этот праздник? И если да, то как? Ну, по-разному. За долгую свою геологическую жизнь по-разному было. Если в поле, то за рюмочкой чая, понятно, возле костра там и так далее. Последние годы в офисе. Мы вот, кроме последних двух лет, мы нигде не отмечались с пандемией. А так мы ходили в кафе, так же веселились. Как пандемия коронавируса сказалась на вашей работе? В общем, если сказать на нашей работе, то да, мы перестали ездить по предприятиям, непосредственно наблюдать конкретно за тем, что мы наблюдали, за производственным процессом. В принципе, ничего не поменялось. С самого начала пандемии у нас ежедневное совещание от 15 минут до получаса в режиме онлайн. Каждый день мы собираемся в 8.30, обсуждаем. То есть мы не теряемся. Мы знаем, у кого что, кто чем занимается, получаем задания. Ну, то есть, как бы, в принципе, не повлияло. За исключением того, что мы не могли ездить и отслеживать непосредственно на месте процесс. Хорошо. Ну, и, наверное, завершающий вопрос. Успеваете ли вы уделять чему-то дополнительное время свое? Я имею в виду, может быть, какое-то хобби, любимое увлечение, помимо работы? Мое хобби, которое меня сильно увлекает, это горные лыжи. Я уже 50 лет, наверное, с лишним катаюсь на горных лыжах. Ну, естественно, это хобби, оно только зимой может быть. Ну, у нас можно кататься с декабря, даже ноября и по апрель месяц, получается. Читаю. Ну, пристрастия всякие, знаете, они меняются. В детстве дюма там где-то, потом более военный жанр, потом, допустим, «Жизнь замечательных людей», цикл таких книг был. Ну, потом более серьезные книги. Ну, и, естественно, специальная литература. Приходится читать, следить за новинками. Вы, кстати, на каком языке читаете профессиональный театр? Ну, я читаю и на русском, и на английском. Ну, я не скажу, что мой английский там в совершенстве, но я вполне могу общаться с коллегами. Вот, ну, пишу с помощью иногда, ну, проверяю себя с помощью Google переводчиков. А техническую литературу английскому не представляет проблем.